доброе утро коллеги с вами исаков роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день пятница 14 сентября и перед началом напоминаю что если вам нравится это видео то не забывайте ставить лайк подписываться на наш youtube канал и ваши вопросы оставлять в комментариях ну а мы начнем с пары евро доллар по паре евро доллар тенденция восходящая сохраняется сегодня с утра уже обновили локальный максимум и четверга движемся по направлению к следующей цели на 1 17 47 и здесь важно посмотреть на более крупный таймфрейм в рамках четырехчасового таймфрейма мы видим следующую область сопротивления на максимума конца августа и уже дальше мы сможем осмотреть будет ли отбить от данного уровня то есть вернем продолжим ли мы нисходящее движение в рамках более крупного тренда или есть том случае если цена сможет преодолеть данное максимальное значение то вероятен разворот в среднесрочной долгосрочной перспективе и продолжение укрепления евро но об этом уже будем смотреть чуть дальше но это та ситуация которой необходимо приготовиться и и держать ее на в голове а по паре британский фунт американский доллар также тенденция восходящая сохраняется следующий цели рост это движение в области 13233 ближайший разворотный уровень по данной восходящей формации отмечаем на минимальной значения четверга который будет зафиксированы по цене антин 3025 а по паре американский доллар канадский доллар сохраняется тенденция нисходящая цели по снижению движения в область минимальной значения конца августа то есть уровень 129 1 28 90 возврат к покупкам а будет актуален после преодоления максимальные значения которые были зафиксированы вчера по цене 1325 именно там располагается ближайший разворотный уровень в рамках часового таймфрейма по паре американский доллар японская иена смогли мы вчера преодолеть область сопротивления которые находятся на максимум 12 11 сентября это отметка 1165 и продолжается движение восходящая по данному активу цели роста это движение в область 112 49 возврат к продажам будем рассматривать после преодоления минимальной значения 12 сентября которые были зафиксированы по цене 111 15 по паре австралийский доллар американский доллар сохраняется тенденция восходящая после преодоления максимальные значения которые были зафиксированы 11 сентября сейчас торгуемся вблизи максимумов начала сентября которые были зафиксированы в области 72 28 преодоление данных уровне подтвердить сохранение восходящей тенденции с целями роста 1.7378. Ближайший разворотный уровень на текущий момент пока оставляем на минимальных значениях 11 и 12 сентября. Это область 70, 85, 70, 90. По паре еврофунт тенденция нисходящая сохраняется, но в очередной день мы видим недобитие до минимальных значений, что в ближайшей перспективе может означать завершением данной нисходящей тенденции, но для этого необходимо дождаться подтверждения. Таким подтверждением завершения данной нисходящей формации будет закрепление выше максимума, которые были зафиксированы вчера по цене 89,29, максимум четверга. Но пока тенденция сохраняется нисходящая, цели снижения это 88,27. По золоту тенденция сохраняется восходящая. Напомню, данную формацию мы стали отслеживать 12 сентября, подошли к области сопротивления, которая находится на максимальных значениях конца августа. Это уровень 1213-214 долларов за тройскую унцию. Преодоление данных ценовых значений откроет предпосылки дальнейшего роста на 1227-1300 и, соответственно, далее. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1200 ровно. По нефтемарке Brent вчера мы смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 12 сентября, что в рамках часового таймфрейма нас приводит в фазу нисходящего движения. Но такой сценарий ожидаем вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы 4 сентября. Поэтому завершение данной коррекции также позволит присоединиться вновь к данному восходящему движению по нефти с целями роста до 81 и 82. Соответственно, по индексу DAX вчера закрепились выше максимумов 12 сентября, что в рамках часового таймфрейма у нас также переводит в фазу восходящего движения по данному активу с целями роста в область 12410. Возврат к продажу будем рассматривать после преодоления минимальных значений, которые были зафиксированы 12 сентября по цене 11949. Ну и биткоин вчера смог закрепиться выше максимумов 11-12 сентября, что в рамках часового таймфрейма у нас также приводит в фазу восходящего движения с целями роста до 7480 долларов за один биткоин. А ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальной значениях 11 сентября, который был зафиксирован по цене 6134. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая по биткоину сохраняется. Итак, Олег, всем спасибо за внимание, всем желаю хорошего завершения торговой недели. Увидимся уже на неделе следующей, на нашем еженедельном вебинаре, который пройдет в понедельник и на следующих видеообзорах. Всем спасибо за внимание и до свидания.